Дорогие соотечественники, мы живем среди других народов. И этих народов свои праздники, свои какие-то особые даты. Сегодня день независимости Соединенных Штатов Америки. Хочется поздравить американский народ с днем обретения свободы, собственного суверенитета. И пожелать, чтобы в эти далеко не самые легкие времена пожелать этому без всяких ерничаний великому народу мира и согласия внутри страны и мира и согласия с другими народами. В связи с этим хочется сказать, что вот эта наметившаяся линия на сотрудничество двух великих военных супердержав Соединенных Штатов Америки и России, мы все знаем, что предстоит встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Естественно, это вызывает в мире у одних благожелательные, даже порой радостные отзывы. Вот, наконец, перестали конфронтировать там, как в Сирии, все помнят, что в одно утро мы могли проснуться вместе с сигналами воздушной тревоги повсюду. Вот, всякое бывало. И поэтому ответственность на этих двух народов за мир и безопасность во всем мире необычайно великая. Вот это движение Трампа, оно наверняка выражает и движение большой части американского народа. Трамп хорошо чувствует настроение собственных сограждан, о чем говорит постоянно растущий его рейтинг. А вот реакция в некоторых либерально-демократических кругах, и отечественных, и восточноевропейских, и западноевропейских столицах, порой просто удивляет. Там все в шоке. Привыкли к санкциям, привыкли, что вот у них демократия и свобода более демократичная и свободная, чем где бы то ни было. Вот, забыли, чего это обошлось, Ираку, Афганистану, Сирии, ну, Ливия, там, вообще трагическая история. Поэтому, вот, для того, чтобы понять, ну, и у нас, вот, я к чему веду обычно, я всегда веду потихоньку речь о том, что творится у нас. Вот эти все наскоки на Российскую Федерацию, на русский язык, попытка продать вот этот прогнивший товар русофобии, на который сейчас спрос явно падает, выглядят просто умилительно глупыми и даже опасными для нас самих. Поэтому, вот, чтобы разобраться, как связаны процессы, происходящие в мире, с теми процессами, что происходят у нас, мы пригласили, как обычно в таких случаях, когда задачка сложная, она требует рассмотреть со всех сторон ситуацию изнутри и снаружи, очень опытного, очень знающего человека, я имею в виду нашего доброго знакомого, доброго нашего соотечественника и по тому участника передачи программы «Позиция» Валерия Диме Детского. Вот такая длинная преамбула. Помнишь, я так начал издалека. Я заслужился. Вот, что можно сказать? Вот, мы вот поздравили, все-таки это великая страна, великий народ, и о чем говорить, заслуги огромные. Как вот это изменение внутри, вот есть последние статистические данные, около 30% американцев боятся, как бы ни началась гражданская война. Это данные последних соцопросов серьезные. А 59% очень переживают за судьбу Дональда Трампа. Вот, что это может означать? Ну, я начну, наверное, с того, что... Это точные данные, я их перепроверю. Да, присоединись к твоим словам, Виктор, о том, что действительно это великий народ и великая страна, которая за 100 лет последняя стала сверхдержавой. Мы еще помним, что в конце 19 века это еще было далеко не так. Но вот разумная внешняя политика, неучастие, вот такое хитрое участие в двух мировых войнах, откуда они выходили победителями? Давай не будем скрывать, все были истощены. И бенефициарами. Да, да, и главное, в игру, вот победителями, в смысле, бенефициаров, да, они всех финансировали, они все... То есть их экономика на двух мировых войнах, не пострадав, и... Вышла вперед. Да, да, Россия и Европа были разрушены до тла в двух мировых войнах. Если посмотреть цифры, страшные цифры, да, когда... Почему начинались потом, после Первой мировой войны, падали империи и началась революция, потому что все мы... Да, империи падали и после Первой, и после Второй. Мы сегодня говорим о пропаганде, но все пропаганда в те времена говорила о том, что война вот-вот скоро кончится, а война продолжалась годы, и разрушала экономики, и не только в России был военный коммунизм, он был и в Великобритании, где все нормировалось, да, и был и во многих-многих странах европейских, и в Германии и так далее, и потери были жуткими, и две мировые войны научили нас только потому, что история ничему не учит. Если бы не ядерное оружие, мы, наверное, бы сегодня оказались на пороге Третьей мировой войны, потому что... Причем ядерное оружие у обоих сверхдержав. Да, сверхдержав, и у Китая есть уже. Паритет. И сейчас многие страны обзавелись им, это очень опасно. Мы вот как раз подходим вот именно к такому моменту, что надо быть очень недалеким и очень больным на голову человеком, чтобы выступать против того, чтобы между Россией и Соединенных Штатов Америки, которые пришли через какой-то период к нормальным своим отношениям, это страны, которые конкурируют в многих вопросах, и никто из них никогда не согласится следовать форватере один другого, как это казалось кому-то в 90-е годы. Поэтому у них будут, вот, конечно, у них будет очень масса проблем, но, как заметил господин Болтон и делегация американских конгрессменов, которые приехали готовить встречу Третья, она сказала, даже в более страшные времена мы садились за стол переговоров, умели договариваться, находить общие, потому что им без наших решений, без наших мир крутиться не может, понимаете? Поэтому очень наивное предположение тех, конечно, которые думают, что США и Россия будут воевать. И век Обамы будет бесконечный. За 200 лет существования США Россия и Соединенные Штаты Америки никогда не воевали напрямую, они воевали опосредованно. И горе тем странам, которые попадались на эту уловку, быть полем раздора. Я говорил всегда, что я мечтаю, чтобы моя родина, где я родился, вырос, где живут мои родные, близкие, друзья, всегда была мостом сотрудничества и предлагала свои услуги по сотрудничеству. А не мойской, которая лает и подвывает. Да, да, да. И не тех, кого пинают. Но, к сожалению, у нас не всегда это получается делать. Ума хватает. Почему? Потому что зачастую интересы многих наших партий не совпадают с интересами Родины. Понимаете? Ну, так бывает. И тогда бывает так, что удержаться у власти нужно, приходится делать такие кульбиты против даже своей воли. Понимаете? Для того, чтобы ублажить, для того, чтобы... Иногда упустив момент, когда там конъюнктура меняется. Вот это инерция мышления. А вот здесь самое страшное. Я никогда не забуду, как мой старенький дедушка, провожая меня в армии, говорит, вас там будут гонять, конечно, да. Но никогда не бегай в первых рядах. Потому что всегда может поступить команда, играя обратно, и ты будешь бегать больше всех. И помнишь узбекскую или туркменскую поговорку? Когда караван поворачивает назад, пас или деберблюд становится первым. Поэтому к таким поворотам всегда надо быть готовым. Тем более такой маленькой стране, как наша, которая не имеет большого ресурса. То есть наш ресурс ограничен, в отличие от стран, которые побольше нас, которые могут себе позволить какие-то и ошибки на миллиарды и так далее. Для нас это может иметь фатальный характер. Бегать впереди, галкающий. Прав был один наш бывший президент, что маленькие страны должны проводить не умную, а мудрую политику. Чем отличается, говорит, что умный выкарабкается из любой ситуации, что мы сейчас и делаем. А мудрый в нее не попадет. Не попадет. Поэтому нам, конечно, хотелось бы, чтобы мы проводили мудрую политику. Но, к сожалению, расклад у нас такой. Это отголоски эпохи цветных революций, когда в очень многих бывших республиках, где уже демократия, так называемая, приняла такой оборот, всегда есть опасность какого-то вмешательства извне. Мы тоже это пережили. В 2009 году, когда Владимира Николаевича Воронина отодвигали от власти, сожгли парламент под знаменами, так сказать, известными и так далее. Это случилось и в многих постсоветских республиках. И многие люди, которые думали, что Майдан и цветные революции что-то решают. Во-первых, это решает что-то, а подумали, что они будут продолжаться вечно. А многим не хватило просто духу этому противостоять. Давай скажем так, что тому же Алиеву, тому же Букашенко, тому же Назарбаеву хватило. И тому же Керимову хватило ума сказать, ребята, а вы у меня в эти спектакли играть в стране не будете. И в результате мы видим, что видим. Знаешь, Керимов, одну секунду. Но я думаю, что в отличие от них, я понимаю, о ком ты говоришь, у этих людей не было больших счетов в зарубежных банках. Да, наверное, и этот момент бегал. Да, но нет, тут ситуация в чем, понимаете, обычно у нас почему-то считается, что те, кто, так сказать, выполняет все предписания и указания зарубежного обкома партии. Это гарантирует ему. Это гарантирует, это истинный демократ. Вот Филат так думал. Да, да. Ты знаешь, вот... Янукович когда подписывал, тоже так думал. Ты знаешь, вот часто бывает, я, давай не будем забывать, в начале 90-х годов у нас, так сказать, тоже произошли перемены, известная перестройка и так далее. И сразу же перемены закончились первой дракой. Вопрос был драки Чины и Молдаван. Потом, значит, вслеснулись Мирча и Оныча и Снегур, Мирча и Друг, и началась драка Чины и Демократ. Да. Сейчас у нас очередная драка Чины и Европе. Понимаешь? Ну вот между двумя коалиция раскололась проевропейское под грузом тех проблем, которые они создали, и под грузом тех проблем и провалов. И я не буду говорить и миллиард, зрители лучше нас это знают. Но вот теперь идет поиск виноватого. И кажется, что вот тот человек, который себе застолбит место, так сказать, обеспечит себе место главной жены в гареме, да, тот будет неприкосновенным. Вот за это идет борьба. Видишь, у нас так интересно, публикуют фотографии, да, из Брюсселя, приехали и те, и другие. И все говорят, кому больше улыбались. Вот у Янглана улыбка больше была с Филиппом, чем с этими он как-то стоял смирно, опять денег приехали прозить там или так далее. Понимаешь? Это как-то выглядит смешно, когда мы бегаем. Это, знаешь, как две жены борются за звание любимой. Любимой. Ну, как дарим. Вот. Понимаешь, поэтому очень грустно на это наблюдать, потому что жалко, конечно, что главным успехом, как всегда, нашего правительства выставляется то, что нам еще дали денег взаймы. Забывая, что эти деньги тяжелым грузом ложатся на тех людей, которые покинули Родину и сегодня компенсируют все эти внешние долги. Они отдают же не те, кто в правительстве их распределяет, а кто зарабатывает деньги, они их дают из бюджета. Будь то в России, будь то в Западной Европе. Поэтому, к сожалению, пока наши люди не начнут спрашивать, ребят, доколе вы нас будете кормить рассказами о том, что вам отдал же вы деньги? Где рабочие места? Где возвращение людей из страны? Очень многие вопросы. Номенитые инвестиции, о которых нам, сколько я помню, этот альянс проевруппейский, нам все время пели о каких-то невиданных, небаченных инвестициях. И где они? Ну да, в результате мы за последние 15 лет потеряли виноделие, на котором зарабатывали очень много на восточном рынке. Это и брендом было, и опытом. И опытом, и миллиарды зарабатывали. А теперь вяжем какие-то, так сказать, проводки для БМВ, да, какой-то африканский стран. Новых рынках не приобрели, а старые. И почему-то этим гордимся, понимаешь? А в моем, я не говорю, что это плохо, что, допустим, прошли там какие-то предприятия вот по этим автомобильным и так далее, и так далее. Но было бы неплохо, если они были превосокоплены не к тому, что уже имелось. А сверху на бутерброд? Да, 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 сверху на бутерброд. Они вот, основной бутерброд исчез, и сейчас мы гордимся, знаете, у нас вырос... Сверху по те, чем... У нас вырос в ЕС против России настолько-то. А, ребята, а что с Россией? А с Россией почти по нулям, да? А чем вы гордитесь? Тем, что как бы этот обман в процентах, что ли? Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы проводили мы такую политику, которая бы направлена была на развитие нашей экономики, на увеличение рабочих мест, на возвращение людей из-за границы. Неплохо. Многие со мной говорят, что, ты знаешь, вот и в советские времена уезжали за длинным рублем в Сибирь, там, или в другие, как бы, и в Югославии, и в других странах, где уезжали. Но, с одной стороны, это неплохо, когда человек имеет возможность работать и здесь, или уехать за... у него есть выбор. К сожалению, в нашей стране они забывают... У многих выбора нет, да? У них никакого выбора нет. Они уезжают. Они уезжают. Бросают и детей, бросают и больных стариков, бросают, как бы, старшее поколение, ничего не посылая им, да, вот, старикам. Дети растут, мы каждый день видим у нас новости и сводки ужасающие. У нас идет стрельба, у нас детей убивают. Вот на днях буквально похоронили сына бывшего посла, господина Царану. Вот спрашивается, а где мы живем, раз у нас не жизнь, а война, действительно, он говорил на похоронах сына, говорит, мы думали, что мы живем в мирное время, мы живем в время войны. Понимаете, откуда, почему так? Каждый день нам приносят сводки, да, то там убили, то там застрелили, то там изнасиловали, то там это самое, как будто мы живем в какой-то, знаете, такой... Трифронтовой город. Да, 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 вообще страшно, да, вот, и сидишь, думаешь, может, сильно по вечерам перестать ходить, выходить на улицу скоро, да, вот. Вот, поэтому, да, конечно, есть проблемы, вот, проблемы, которые нам надо решать и которые, вот, сейчас будут очень сильно обсуждаться накануне выборов. Появится много людей, которые будут обещать их решить. Светлое будущее. Светлое будущее и так далее, и так далее. Европейское там никакое, любое, любое. Я произнес снова слово европейское, а я поджидал в засаде, думаю, когда снова это прозвучит, и вот почему. Мы обсуждали, что вот это впечатление, что какие-то смотрины, приехали две невесты, так сказать, противоборствующие, значит, кто более понравится там у европейцев великих. Мне кажется, те ребята как-то не совсем туда приехали, судя по тому, что у нас тут больше управляет госдепартамент, чем Брюссель. И это видно во всех, куда ни глянь, никогда, как и в соседней Украине. Что говорить, сверхдержава, мы говорили уже об этом. То вот это замешательство, которое мы видим в Европе, вот этим сближением США и Российской Федерации, это у меня такое впечатление, что пришли на смотрины от Санду, там, скажем, Паша Филиппа, так они там, кто лучше покрасуется, значит, а тот, кто выбирает, как-то не он решает. И вот, может, как бы не тем понравится. И поэтому, мне кажется, вот эта русофобия, которую мы видим и с одной, и с другой стороны, может сыграть с ними, скажем, злую ошибку. Вон Порошенко, он же старался, перестарался, и там эти русские такие-сякие, москали, погани. А Трамп смотрит, говорит, да как в Крыму, говорит, на каком языке разговаривают? На русском? Ну, так и оставьте их в покое. Еще раз, вот меня что пугает? У нас есть Приднестровье, у нас есть терки внутри страны, закон языка, баланс держал, политика общая, уважение друг к другу, слава тебе, Господи, левый и правый берег сколько лет не воюют, и видны ходы, сближения, худо, бедно, мирно. И вот эти вот подвижки, вот понравятся своей русофобии, и не тем понравятся даже кому надо, не опасны ли вот эти смотрины, не слишком ли они могут дорого? Ведь закон о языках, он очень держал общие равновесия. А теперь что могут же будут приднестровцы сказать? Они сказали, как же с вами, ребята, можно, когда вон что вы творите? Виктор, очень точно подмечено по той простой причине, что я... А ну, ты лучше меня знаешь эту тему. Нет, 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 я не лучше знаю. Расскажи. Но, Виктор, мы не наивные с тобой люди и понимаем великолепно, что тем политикам, которые сегодня сидят в Кишиневе, решение Приднецовской проблемы по боку, по большому счету, так мягко говоря. Почему? Потому что на этой Приднецовской проблеме политики с обеих берегов Днестра давным-давно получают очень хорошие дивиденды. И пока она существует, можно вот играть с внешними игроками. И пока это не надоело внешним игрокам, а когда-нибудь она обязательно надоест. Вот. Подожди, тогда получается, и тем ребяткам из того берега, кому это выгодно? Конечно, безусловно. А почему нет? Возьмите меня. Это есть повод кричать, вот смотрите, какие они. Да, 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 и мы им подаем этот шарик. Они парируют баф обратно. А вот смотрите, что они делают. Как вы хотите с ними, чтобы мы тут милились и так далее? Все никак нормально. Ну, на самом деле, когда дело касается прибылей, очень хорошо находятся. Я же говорил, что ты лучше меня понимаешь вопрос. Нет, не лучше меня понимаешь. Потому что то, о чем я только догадывался, ты сформулировал совершенно четко и определенно. Понимаешь, очень глупый человек может говорить, что не сотрудничайте с США, не сотрудничайте с Европейским Союзом, не сотрудничайте с Россией. Мы должны сотрудничать со всеми и со всеми брать пример, там, где есть пример, брать, да. Я могу сказать, что, допустим, с той же Россией я тоже бы сейчас взял пример о том, вот я недавно приехал, был в командировке в Москве, я был удивительно удивлен, насколько Москва преобразила за последние годы, стала чистым. Вы не найдете там на улице ни одного окурка, то есть там… Даже англичане об этом пишут. Нет, нет, я приехал, и меня в гостинице предупредили, что вы знаете, что вот за курением в неположенном месте, забросание окурка, штраф 5 тысяч рублей, это почти 100 долларов, да. Я вдруг увидел, да, все курят в положенном месте и так далее, и так далее. И это был такой большой диссонанс. За последние годы я объехал очень много европейских городов, они очень красивые и так далее, но они прошли за последние 10 лет, я могу бы сравнивать, вот тот период. Упадок чувствуется. Упадок, знаете почему? Коммунального хозяйства. Мне один россиянин очень здорово так пошутил по тому поводу. Они не могут найти применение хорошее мигрантам. У нас мигранты занимают заняты делом. Нет, подожди, а мигранты, они что туда приехали метлой махать? Вот, в том-то и дело. Все, что? Если мигранты приезжают в Европейский Союз, им предлагают другие ценности, то в Москве мигранты приезжают заработать денег. Да и трудятся. Да и трудятся. Вот, поэтому я думаю, что… А там права человека, свободы. Ну да. Не, не, ну как, ну да. Что такое, ты говоришь. Вот я знаю один случай, Валера, конкретный. Значит, в одном из городков Германии произошло такое. Там куча мигрантов где-то были поселены в спортзале, там где-то… И мэр пришел, говорит, люди добрые, говорит, я вас, говорит, прошу, не управляемся мы с уборкой, в том числе и для вас, и все. Мы не за бесплатно, там мэрия имеет какие-то… Мы вас просим, помогите. Знаю, что ответили 90% мужики из Северной Африки, между прочим, жертвы режима. Какие жертвы режима? Вот такие хамы, нахалы видно, кто что за пацаны, зачем приехали. Они говорят, мы что сюда, мы гости фрау Меркель. И вот этот мэр, вот этого маленького городка гостеприимного немецкого, который не за бесплатно хотел, чтобы ему помогли с уборкой, там территории, помещений, ушел вот так понуро. Что же он мог сделать против прав людей, решения Брусселя, всех великих принципов и ценностей? Ничего. Америка состоялась, о которой мы говорили в начале передачи, благодаря мигрантам, которые приезжали… И началась она с охотников, ковбоев, людей непростых. И все, кто высаживались в Америку, можно посмотреть кучу фильмов. Австралия с каторжников начиналась. То есть она начиналась с этих людей, которые приезжали и брались за любую работу. Я не говорю о том, что наши гастрабайтеры и другие гастрабайтеры могут только метлой махать. Среди них есть много прекрасных специалистов. И, извините меня, в Москве трудится очень много наших соотечественников, которые заняты на очень интересных работах. С компьютерами. Да, и не только с компьютерами. И с компьютерами. Я хочу сказать, что я хорошего специалиста, сантехника или человека, который делает ремонты и может положить качественно плитку, ценю больше, чем наших болтунов, которые у нас развелись в нашей стране. В нашей стране скоро не найти хорошего пастуха, винодела, винограда и так далее. Сантехника. Ну да, у нас политологи все, понимаешь, стали. У нас, если человек выучил два слова европейской интеграции Принча-Пиша-Валори, он уже представляет себя, как политологи. Я на одну передачу прошел, а там, я говорю, вот здесь политологи все собрались. А мне так, знаешь, говорят, а ты что себя считаешь за политологом? Говорю, нет, слава богу, нет. Не-не-не. Я думал, Валерий Ростой, я думал, они обидятся и скажут, а ты что, не такой, как мы? Нет, оказывается, они сказали, а ты что, какой ты политологи. Вот они вы понимаете. Я скромный журналист, говорю, я не претендую быть политологом. Особенно мне этот красавец. Как эта фамилия у нас, великий конституционалист, то ли Катана, то ли что-то такое. Я понимаю тебя. Мой принцип не... Я понимаю тебя. Но я когда вижу этого парня, прилизанного, залезанного, который говорит какие-то пошлости, какие-то избитости 30-летней давности, где-то вычитал каких-то там, и вот этот толдоний день от дня, и о его коллеге принимают решение насчет закона о языках, вот тогда меня берет оторопить от таких политологов. Меня другое удивляет. Меня удивляет то, что вот последние выборы, которые состоялись, да, местные мэры города, и которые были вот таким образом отменены, отменены были вынуждены, и мы все с тобой понимаем, почему власти пришлось на это пойти. Вот. Это была вынужденная мера, они не ожидали такого результата и так далее. Она показала одну тревожную нотку для власти. Всякая власть преодолевает три периода. Мы знаем эти периоды. Первый период, который удается немногим и везет немногим, это получить власть. Взять власть. Сладко, все хорошо. Второй период еще более сложный. И он дается очень, еще более меньшему количеству людей удержать власть. Сделать так, чтобы когда ты скажешь, знаете, ребят, я, наверное, уйду. Все закричали, нет, не надо. И народ не сказал, не надо, не надо. Вот останься, потому что мы этого не отпустим. Но самый сложный, самый тяжелый, который дается очень и очень немногим людям, передать власть. Помнишь, этот старый... Ох, тяжела эта задачка. Да, да, тяжела. Помнишь, этот... И вот все-таки Ельцин? Да. Вот что хочешь? Нет. Части его. Ну, он нашел такого парня... Нет, ну, он передал власть... Ты понимаешь, вот это меня поражает. Это первое, его, может быть, можно было сделать и раньше, но передал власть надежные руки, так скажем так. Вот. Но вот здесь вот ситуация с передачей власти. Помнишь эту старую байку, когда один президент передавал другому кабинет и сказал, вот здесь два конверта. Вот когда будет очень туго и будет тяжелая ситуация в стране, распечатай. И вот он, знаешь, процарствовал немножко, и тут бах, пошли кризисы, народ вышел на улицы, все кричат долой. Он скрыл первый конверт, и там было написано, вали все на меня. И он валил на себя, и как-то немножко кризис спал. Все нормально, все спокойно. Вали все на меня, то есть на предшественника. На предшественника. Что у нас... Как обычно. Сказка, да? Кто виноват сейчас сегодня? Как сейчас. Коммунисты. Сейчас смотришь, тех, кто кричал долой коммунистам, говорят, слушай, коммунисты такого не удовлетворяли. Я говорю, ребята, подождите, а вам не хочется извиниться против власти, что вы стояли на площади, жгли парламент и кричали долой коммунистов. Хотя бы принесите извинения, скажите, ребят, мы облажались. Нет, они уже мне третью команду ведут. Говорят, вот эти еще более проевропейские. А меня ужас берет, понимаешь? Тогда привели европейцев, потом еще более крутых европейцев, а сейчас же кого не проведут. А теперь решили на смотринах определить, кто самый крутой европейец. Виктор, но самое смешное, ба, знакомые все лица. Они что, не сидели в том правительстве, что ли? Сидели. Как вот вы из тех, кто поехал. Что Маечка Санду, Паша хоть новый. А хотя тоже министр был. Ну, хорошо, верил Чеботару. То же самое. Он что, не был в этом правительстве, что ли? И они не знали, что творит правительство? И все они борются. Тут у меня два вопроса к ним, ребята. Если вы знали, значит, вы подлецы, потому что участвовали в этом. А если вы не знали, вам не место в правительстве. Вы даже не разбираетесь в вопросах. Зачем вы там сидите, если мимо вас делаются такие дела, а вы их не замечаете? То есть нормальный вопрос. Но вернемся к нашим баранам. И вот тут он снова наступил кризис. И надо ему встретить. Он вспомнил про второй конверт. Он побежал с Крылого, и там было написано. Готов два конверта. Про будущее. Готов два конверта. Вот передать власть таким образом, чтобы страна не сошла с рельс, чтобы дело твое, которое ты начался на доброе, не было загублено. Это удается немногим. Очень немногим. Мне кажется, в нашей стране мы на пороге каких-то изменений. Вот будут выборы, да, и очень сложно, несложно предположить, что на выборах будет, какие песни будут раздаваться, но очень сложно, а что после выборов. Да, вот это трудно. Вот всякий раз, когда мне, вот я дошел до того возраста, да, в отличие от того, какими я был в 20 лет, но когда мне было 25-30 лет, да, я тогда очень сильно приветствовал перемены. Мне казалось, все надо менять, всегда надо менять и так далее. Сейчас, когда ты уже... Молодой Пушкин тоже все хотел поменять, а потом его... Помнишь, его обвиняли, что вот Пушкин, молодость и революционер, а к старости он стал как бы зареакционным. А ведь он просто помудрел, он просто понял, насколько сложнее жизнь государства. Да, мы все, так сказать, с возрастом идем в худшее по здоровью и по состоянию. Извини, перебил, Валера, продолжай мысль. Да, но вот сейчас меня, в отличие от молодых лет, всякий раз, когда кричат жжоз, меня интересно, а что потом? И зачастую, я часто присылывался к тому, и вот наша история после 2009 года, да, я сказал, что, вы знаете, вот вы сейчас критикуете там Воронина за авторитаризм, за диктатуру и так далее, и так далее. Это был лучший президент. Нет, 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 я сказал, что, знаете, ребят, все эти годы, которые пройдут после него, уйдут на поиск нового, который возьмет вас в руки и будет держать. Но не факт, что он будет лучше. Вот сейчас мы на пороге, что, ребята, опять крики жжоз, опять, ребята, задумайтесь, потому что не факт, что следующее поколение, которое вы приведете политикой, которое вы сегодня называете провинсинами и так далее, будет лучше. Как бы у нас не ушло еще несколько лет мучительных поисков на то, на то, что потом мы скажем, черт возьми. А вот то, что было, да, вот как в анекдоте про еврея и Ребе, знаешь, когда еврей пришел к Ребе и сказал, Ребе, жизнь такая плохая, бизнес не идет, жена болеет, дочь проститутка, сын наркоман, говорит, хоть вешайся. Он сказал ему, знаешь, говорит, жизнь состоит из светлых и темных полосок, все переменится. И через месяц он прошел, говорит, Ребе, как вы были правы, действительно все переменилось, но то была светлая полоса. У нас почему-то, к сожалению, в истории независимой Молдовы очень часто получается так, что мы говорим, да, в 89-м году мы закачали свободу, демократию и так далее, так далее. Жоз, гэть, долой. Да, жоз, гэть, долой, через пять лет Народный фронт засунули куда-то, помнишь, с девятью процентами, вернули к власти тех, чтобы, потому что захотелось бы вернуться в 89-й год, когда все было лучше, выше, так далее. Которые самые лучшие, они были другими. Потом мы стали первой страной и единственной до сих пор в СНГ, которая вернула к власти коммунистов. Они пошли демократическим путем, получили конституционное большинство. А ты же не Воронин, Воронин же признавался честно, да, можно поугодно ругать Воронина, но Воронин сказал, не мы взяли власть, нам ее дали вот эти вот ребята, которые так правили, так ругались и так привели. Сложные зарплаты платили. В экономику произвели, что народ закричал через 10 лет. Я никогда не забуду, когда я встретил... И, кстати, они оглушительно победили. Я встретил в 94-м или 95-м году на улице Воронина. Я давно его не видел, несколько лет, и как бы он увидел меня, мы были знакомы по прессе, он был министром, и он говорит, вот мы тут создаем коммунистическую партию. У меня было такое лицо, как бы... Что это такое? Не понял. И он говорит, а ты что, говорит, не веришь, что вот у партии коммунистов есть будущее в нашей стране? Я наивный сказал, что да, Владимир Николаевич, наверное, как-то от КПСС надо хоть немножко, хоть одно десятилетие отдохнуть, да, чтобы... Это стало, как говорил Мюллер, помнишь, у Штирлица, что этим мы не нужны, они нам не просят, но потом, говорит, мы станем легендой, да, чтобы хотя бы стало легендой. Я и не думал, что через 5 лет все, понимаете, Воронин получит конституционное большинство. Я думаю, он оказался правительством, да, а я оказался наивным молодым человеком, вот. Поэтому я говорю, что... Поэтому я тебя и приглашаю всегда на передаче, потому что пока сам не упрешься, как говорят, рогами в воротах, пока не ошибешься многократно, и главное, пока не взвесишь и не подумаешь, почему я вляпался, почему... Ну, все плод наших ошибок, опыта, и опыт, как опыт, ошибок трудных и гений, парадоксов, вдруг мы не гении, но опыт, человек, который не делает выводов из своих ошибок, у меня всегда вызывался... Ничему не научится. Ничему не научится. И который еще не может, не умеет признать свои ошибки, не может прийти и сказать, ребята, я был неправ здесь. Я вот у наших, к сожалению, горе-демократов-европейцев, как их называют... Талмудисты. Да, так понимаете, я у них не вижу ни в чем, они во всем правы, понимаете. Талмудисты. А унионисты-то вообще ребята такие, знаете, попробуйте им возразить, да, тут же моментально в сумасшедший дом отведут. Потому что вот есть такая вот моя идея неправильная, я с ними даже не спорю, говорю, ребят, все так, все правильно. Все хорошо. Но объясните мне, какого, простите меня, с какого перепугу наши европейские друзья должны работать за вас. Они имеют собственные страны, собственные семьи. С чего вы взяли, что они должны с вами делиться пенсиями, зарплатами, успехами, производством и всем остальным? Это дело ваше. Работайте, ребят. Учитесь у них, сотрудничайте с ними. Но имейте свой интерес. Ну, тут еще один вот такой, мы как бы все время вращаемся вокруг этого вопроса. Наш политический класс, назовем его так, потому что я не вижу разницы между политиками, олигархами, тут все так это перепутано. Скажем так, нашей элиты, назовем их так. Вот у меня такое впечатление, что нашей элиты, вот казалось, столько лет прошло, а потом я подумал, а может столетий. Мне все время вспоминается, вот как господари в Молдове. Боярская клика. Одни держат с Польшей, другие с Турцией, другие еще с кем-то там, где Венгрия, где еще что. И говорят, пора скидывать вот этого господаря. Шу-шу-шу-шу-шу, гоп, скинули, порезали там, побили, выдвинули. Проходит год, два, три, опять кучкуются, говорят, что-то этот господар сильно он родственников всех своих, а нас забыл, который с ним. Ай, давай этого порежем. Пошли доносно писали Султану, или там из Польши пригласили Гэтмана какого-нибудь. Тебе не кажется, вот на Сматрины вот бегание, когда-то в Стамбул бегали, в Порту на Сматрины. В Стамбул бегали, в Москву бегали. В Польшу бегали. В Москву бегали. В Москву тогда было далековато, но тоже бегали. Не, бегали, бегали, бегали с кругом. Вот, тебе не кажется, что вот эта история, вот я не зря говорил о господарях, боях, а исправники на местах, эти только тырили, тырили, тырили. И нос по ветру держали, какой боярской клике или какому господарю примазаться. Посмотри, столько столетий нам говорят, что мы молодое государство. Здрасте. Вот мы государство... С таким-то опытом и багажом. Да, семь веков повторения вот этой истории. Скажи, пожалуйста, неужели так вот медленно, что эти все гаджеты, компьютеры, это все внешние царские. Тогда ходили, там, и атаганы сзади, там, янычары приходили, или кто там, и свои эти логофеты, светники, там, все это такое. Были другие царские. А суть осталась прежней. А все, а сейчас гаджеты, шмаджеты, все. Вот скажи, не кажется ли тебе, что вот в этой инерционности вот так бегать и кричать с новыми... Но не станут наши люди немцами никогда. Не станут. Учиться надо всему. А что иногда вот я думал, мы говорим, куматрист, все плохое. Я в Китае, знаешь, чему научился? Какие китайцы куматристы, какие они семейственники, какая там... Да там такая клановость, что нашим и не снилось. Но ты посмотри, как китайцы смогли... Вот, казалось бы, минус, но это же коллективизм. Это же определенные группы, если их поставить не на разворовывание государства, а на креатив, на создание... Посмотри сейчас, что в Китае творится. А то же и в Корее. А то же... А какие клановые... Сингапур, Япония. То есть мы говорим, это архаика, да потопная, мы демократы, мы либералы, мы с принципами. А посмотри, народы. Индия, кстати, поднимается, Индонезия, Пакистан. Нет, у нее и молодые игры. Согласись, что вот, может быть, мы зря смеемся над этой клановостью, а может, если ее правильно повернуть. Вот как китайцы другие. Да мы зря смеемся и над... Национальным характером. Над третьим миром. Знаете почему? Потому что на днях один журнал опубликовал статью, что мы попали в обсуждение Европарламента вместе с Сомали и Бурундией. Вот. И я вдруг вспомнил, на меня-то навеял эту историю с Мирчевым другом, что у нас был внешнеперилитический прорыв, в котором он заявил, что мы заключаем первое соглашение с Бурундией, поплывут танкеры с бананами и так далее, и так далее. Ну, какое-то такое было, ну, знаете, вот шоу было такое, какое-то пропагандистское, да. И я вдруг вспомнил эту историю, говорю, вот бы, друг порадовался, написал. На меня накинулись местные патриоты в Фейсбуке, что вот ты нас сравниваешь с Бурундией. А что такое? Нет, стоп, стоп. Так Саша Минеев, мой приятель, который работает в Брусселе, давным-давно, Тасовец, он написал, ребята, вы посмотрите на статью расходов Бурунди, на их взаимоотношения с Евросоюзом, на какую помощь Евросоюз им оказывает, тогда вы не будете обижаться на сравнение с Бурундией. Я действительно заглянул, куда нам до Бурунди, да. Вот бывает так, знаешь, мы зря... Не кичься. Мы зря, мы зря, только иногда бывает, как бы, хотим в первую очередь научиться, допустим, у Европы. Походить на кого-то. А может быть, стоит и поучиться у тех... У предков своих. Кто и у предков своих, и у тех, кто переживает аналогичные трудности на ближайший переходный период. Потому что у Европы это было давно. А Китай через что прошел, помнишь? Да, да. Мы когда-то смеялись над тем, как Бао гонял там, то за воробьями, то за этим самым. А теперь мы понимаем, почему это делалось, да. Почему он обиделся на Никиту Хрущева за порицание многих вещей и назвал его организмом. Почему? Потому что он тогда создал действительно страну, армию, страну, которая была готова к великим переменам. И была сплочена, и была вертикально выстроена. И достиг Китая того, что... Без этого нельзя ничего сделать. Понимаете? Без твердой власти, если мне кто-то скажет, что сегодня можно провести реформы вот в таком бардаке и шатании, то я его отошлю к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Я всегда скажу, что на переходном периоде коней не меняет. На переходном периоде нужна твердая рука. А что и доказал, допустим, тот же... Давай не будем говорить на Россию. Россия большая страна. На ту же Белоруссию, где Лукашенко, да? Сегодня, оказывается, уже не последний декабрь Европы. И уже не последний мерзавец, и не тиран. И уже целуется с Меркель и так далее. И миротворцем по Украине выступает и так далее. Что и доказывает. Знай свой интерес и веди свою игру. Большое спасибо. Ну, на этих... На мой взгляд, в очень важных словах. Вот людям иногда кажется, Валера, да сидят мужики, что-то там треплятся. Это идет колоссальный обмен опытом. Это опыт десятилетий. Мы с тобой уже... Тем более мы предали. И насмотрелись за эту жизнь и предательства, и подвигов, и чего угодно. Тем более мы с тобой рассказываем не то, что мы придумали, а то, что мы видели. Из опыта. Из опыта чужих. Из анализа не этих, как их политологи и прочее, а из жизни, из реальности. Еще раз большое тебе спасибо. Спасибо. Ждем тебя, как говорится, припевать, как только, так сразу. Спасибо. Дорогие соотечественники, хочется еще раз напомнить то, с чего мы начали. Мы пожелали сегодня доброго здравия, успехов и мира, согласия внутри страны и с другими народами, безусловно, великому народу Соединенных Штатов Америки. Народ, который прошел через очень тяжелый, через очень... Неимоверно, я имею в виду и гражданскую войну, и многое-многое чего другое. Через рабство, и через геноцид индейцев. Всякое было. Но надо учиться у этого народа одному, что как важно по-настоящему бороться за свою свободу и за свой суверенитет. И не важно, большая у тебя страна или маленькая. Древний твой народ, или это бывшие каторжники, уголовники, как в Австралии, или искатели приключений, и беглецы из Европы, как в Соединенных Штатах, в Канаде. Важно, или такой укорененный, древний какой-нибудь народ, вот как армяне возьмем, как греки, или наш народ, государственности которого, как минимум, семь столетий. Все мы должны учиться у друг друга. Все мы должны уважать друг друга. И никому никогда не навязывать свои представления о счастье и несчастье, о том, что правильно и неправильно, что праведно и неправедно. Вот на этих словах хочу закончить нашу передачу. Пожелать вам всем и нам всем счастья и успехов, вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Субтитры подогнал «Симон»